что в моем рюкзаке 2024 у меня есть ощущение что таких роликов в моей истории в истории этого канала не было но я специально погуглил и оказывается в 2020 далеком уже четыре года назад летом был ролик на что я снимаю и вы знаете мне самому было очень интересно посмотреть на это все дело и как-то оценить вообще что произошло за эти годы да ну это действительно прикольно так вот сегодня мы с вами просто разберем полностью мой рюкзак типичный да наиболее типичный съемочный в целом проговорю поговорим про всякие железки ну и конечно же как без этого это новье рюкзаков у меня очень много опять же видос про все мои рюкзаки которые у меня были до этого момента у меня уже был то есть когда-то я пользовался старым вот этим вот мешком не очень удобным совершенно неудобным даже я бы сказал на него обзор был вообще тысячу лет назад потом я стал пользоваться некоторыми моделями от kndf концепт и по-прежнему ими пользуюсь но все дело в том что они немножечко другой направленности то есть это рюкзаки чуточку попроще попроще и полегче и поменьше объемом и теперь вот у меня эта новиночка и я ее сегодня упаковал и это видос будет просто действительно рассказ о моей технике и об этом рюкзаке кстати если вы вдруг собрались подтянуть свои знания в области видеосъемки или выбрать технику для своего блога или какой-то другой работы то ссылочка как со мной связаться есть в описании иногда я устраиваю индивидуальные занятия ну а если вы не хотите ничего решать вам просто нужна качественная съемка и монтаж то вы знаете куда обратиться на этот раз это такое более серьезное решение на 25 литров причем бывает еще и на 35 вы наверное уже догадались это рюкзак от компании PGI TEG ONE MO 2 достаточно свежая модель кстати вот здесь прямо вы можете видеть меня прямо в этом кадре что интересно смотрите сразу со спины если идем такие очень вот мягкие какие-то гелевые вставки есть огромная ручка за центр чтобы на чемодан вот засунуть его да и вести есть ручка сбоку есть ручка сверху и конечно же стандартные уже вот эти вот наши поручни да здесь кстати карманчик какой-то я не знаю смартфон положить или еще какую-то мелкотню он такой тянущийся очень ну не знаю прикольно выглядит сто процентов можно это как-то использовать и сразу отмечу знаете на этом рюкзаке повсюду вот такие крепления то есть снимать их следующим образом смотрите я вам покажу поближе то есть это вот такие вещи и все реализовано здесь на них то есть у нас есть ответные стороны за что можно зацепить вот так они выглядят и ты берешь просто вот сюда надеваешь клац и он защелкнулся и все и вот этими стяжками допустим ты стягиваешь это вот чтобы перепяленную сделать такую да между двумя лямками и также хоп и снимаешь и то есть абсолютно все вот эти дополнительные ремешки они на этом рюкзаке сделаны вот таким образом это интересно первый раз такое вижу также были и ремни которые у нас пояс опоясывают но я их сразу снял и удобно что они здесь снимаются чуть позже их покажу ну да ладно это все-таки мелочи нюансы основной отсек у нас открывается конечно же как у всех правильных рюкзаков сзади то есть спереди мы там никакой доступ не получаем открываем и вот что мы с вами видим мы видим что вот я сижу одна голова моя виднеется и больше вы будете смотреть сверху давайте пойдем к порядку сама компания производителя она вообще у себя вот в каких-то демонстрационных материалах уже показывает как можно вообще распределить все это место то есть можно разместить здесь одну камеру и дрон допустим под две камеры вот как у меня в данном случае под камеру и какую-то мелочевку штатив даже кто-то сюда засовывает но в любом случае всегда изначально вот стоит одна жесткая вот такая перегородка и куча перегородок просто здесь наклеены на разным образом здесь еще сумка дополнительная есть они мы тоже позже поговорим и она в комплект входит так вот они отдельно у нас просто лежат и ты каждый вот сам думает на как же он вообще будет все это дело размещать ну и вот как это решил сделать я посмотрите здесь у нас вот вы не видите а вот сюда и сюда мы можем сбоку получить доступ я не очень люблю доступ сбоку но так или иначе он есть то есть вот отсюда мы хватит их хватаем например вот эту камеру и здесь точно такой же карман из которого можем схватить еще одну камеру то есть две дыры две дыры боковых у нас есть мы их прикроем они нам не нужны и вот она первая камера это моя а 7s 3 та самая которую я недавно не очень удачно обновил я не знаю возможно сегодня на момент записи этого ролика уже все проблемы решены но в любом случае sony a7s 3 вот уже много лет как основная камера для видео sigma 2470 как основной объектив для видео доволен ли я им камерой на все тысячу процентов возможно даже больше то есть на все проценты которые только возможны она у меня в клеточке от small rig и вот это sigma ну это вопрос по-прежнему то есть сейчас о чем я знаете возможно думаю это о том что я в свое время все таки по низкому достаточно прайсу не купил g master второй версии 2470 а сигма она просто очень большая она мне не нравится всего двумя моментами то что она очень крупная и у нее кольцо зумирования какую-то неправильную сторону ходит да не православная короче мне это не нравится я к такому не привык в любом случае пользуюсь этим объективом и как бы ну почему бы и да поэтому вот эта основная связка моя рабочая до последнего момента сейчас как вы понимаете камера здесь еще вид сверху тоже что-то снимает и что же снимает вот этот основной план а основной план снимает вторая камера которая должна у нас лежать вот здесь то есть именно в данном сетапе у нас как бы по две камеры все это рассчитано и давайте я наверное при вас прямо покажу прямо сейчас у вас такой несколько голландский угол но тем не менее и там вы снова видите меня это sony альфа 7 си марк 2 и объектив наконец-то да вот будучи недавно когда я приезжал на cps москву я себе наконец-то приобрел 35 миллиметров 1.8 и вот для второй цешки он просто идеально подходит камера компактная у меня нет никакого желания надевать на нее какие-то клетки и прочее и вот в таком сетапе с этой 35 но это просто вот прелесть и более того это тот самый объектив 35 миллиметров который мне вот в студии мне на него снимать удобно и диафрагма 1.8 и такой компактный корпус и вот это вот все короче купил не жалею но вы скажите как вам картинка вот с 35 со свежей уже а вот эту запись вы видите конечно же на с3 которая здесь вот лежит прямо и снимает короче я постоянно сегодня снимаю экрана это прикольно поехали дальше кстати если вам интересно это никакая не рекламная история я покупал этот рюкзак сам на озоне я вообще большинство своих покупок делаю на озоне почему потому что почему-то если ты смотришь допустим на каком-то официальном сайте там оказаться дороже а на зоне чуть дешевле короче у меня миллиард покупок там и его я тоже покупал там но опять же надо смотреть то есть ты листаешь там бывают одна и та же позиция она естественно у разных продавцов я нашел на зоне официального представителя тех которые торгуют как раз этими рюкзаками и купил у них вот только и всего и так как вы по-любому будете спрашивать я оставлю ссылку в описании но это никакая не реклама купил за свои собственные бабки сюда она у нас заходит как вы поняли вторая камера будет лежать вот здесь давайте пойдем дальше потому что я вообще здесь разложил и что тут интересно здесь у нас петли это у меня холи лэнд ларк макс кстати сейчас именно этот ролик я на них и записываю у них такой достаточно крупный кейс да вот этот вот который идет то есть здесь это то кейс сам внешний со всеми прибаутками а внутри идет еще сам кейс от холи и он уже такой поменьше но тем не менее он тоже достаточно крупный и все это вместе размером как приличный такой объектив и очень вот так вот удобно сюда это у нас прыгает и здесь находится рядом еще один маленький кармашек а здесь у нас всякие звуковые штуки ребята вот вы не поверите но я посмотрел свой ролик двадцатого года и вы знаете что сохранилась с тех пор до сегодняшних дней это звук у меня по прежнему есть вот этот вот рекордер простенький sony да вот такой вот вообще абсолютно малютка я на него кучу банкетов записал потому что он на двух мизинчиковых батарейках может записать 5 свадебных банкетов по шесть часов на одной паре батареек здесь естественно все провода для его подключения то есть это на толстые джеки и на тюльпаны с мини джека и вот в этом замечательном road чехольчики у меня здесь пара петелечек на все случаи жизни опять же есть и road лавальер причем она у меня в моем исполнении она белая и есть обычная черная петля на всякий случай чтобы короче если петли понадобятся вот они у меня здесь есть именно вот сами микрофоны до непосредственно если мы под петлями их имеем с вами ввиду в общем здесь все что касается звука я на самом деле очень редко этим пользуюсь потому что свадьбы я последний раз снимала не знаю уже ну в прошлом году до чего уж тут врать в прошлом году но их было такое количество что это уже свадебным сезоном не назвать тем не менее штуки здесь все эти лежат том что они много места не занимают и они могут понадобиться далее у меня вот здесь вот все эти разделители как вы понимаете они были разные формы и некоторые из них реально прикольные я вам сейчас позже покажу и вот здесь просто у меня остался вот такой причем я позаимствовал его из второй сумки потому что на рюкзак мне не хватило разделителей вот этот вот еще один не нужен был и он вот такой знаете получается прикрывающийся здесь у меня два объектива то есть какими еще объективами я пользуюсь правильно что касается ширика это у нас там рон 1728 знаете классик абсолютная классика то есть это бюджетный ширик с которым ты можешь снимать вообще все подряд до фокусные расстояния не такие интересные как у джи мастера это не 1635 да безусловно это там рон со всеми вытекающими но стоимость ребята это просто рабочая лошадь как вот у многих 1728 и 2875 это две рабочих лошади на 2875 я снимал очень долго и поменял его на сигму только потому что мне нужно было 24 миллиметра в одном объективе мне просто стало очень удобно делать то чем я занимаюсь с этим с этим стеклом второй объектив который у меня есть это уже фикс по количеству пыли на нем вы можете понять как часто я его использую это я его еще протер и это вилтрокс это вилтрокс 85 миллиметров f1.8 и такая замена стандартной соневской 85 и это очень достойная 85 то есть использую крайне редко но не продаю ни в коем случае потому что ну бывает такое что да ты снимаешь что-то либо творческое либо там где тебе нужно взять вот этот вот крупный план какой-то или некрупный план ростовые планы на 85-ку на открытый как смотрится мое почтение короче штука очень уверенная и горячо любимая ну вот хоть и не так часто пользуемые и да видосы на канале выходят редко но записывая их постоянно все дело в том что на канале есть график публикаций а если вы хотите видеть все и сразу с пылу с жару то у меня есть бусти аккаунт на который подписавшись вы сможете видеть все сразу и помимо этого видеть дополнительный контент который никогда не выйдет на ютюбе по тем или иным причинам ну а также всякие там исходнички с камер и прочие внутрички короче ссылки в описании конечно же есть здесь у меня вот это вот большая коробка знаете которая много места очень заняла здесь во-первых очень аккуратно влез мониторчик это мой монитор которым я уже давно достаточно пользуюсь это шимбал такой бренд это моник вместе с сендером то есть в него встроены hdmi видео сендера приемника передатчик то есть с него можно кидать изображение и он может принимать изображение пользуюсь им потому что он как монитор оказался очень достойный очень долго работает от батареек хорошая яркость достойная тысяча нит но по факту там больше 1200 я так понимаю и что еще и цвет нормальный короче это абсолютно нормальный монитор и вот мониторов мои руки повидали уж поверьте мне очень много но почему-то я до сих пор остался на нем ну наверное есть нюансы да идем дальше вот это вот замечательная карабасина это free well это нд фильтры то есть вообще нд фильтры в этом рюкзаке могли бы занимать гораздо меньше места но я выбрал знаете не самый простой путь у меня когда мой товарищ впервые увидел вообще вот эту вот штуку он сказал что серьезно вот такой фильтр то есть они огромного просто сумасшедшего диаметра это k2 система по факту есть всего четыре кольца переходных вы на камеру их накручиваете и вот сюда вот в эту вот штуку соответственно вот эта штука раз на это кольцо надевается фиксируется плюс здесь еще отгибаются вот такие усы и вот сюда вы можете вставить дополнительные эффектные фильтры короче это система такая знаете со звездочкой с галочкой я вот даже ткнул и вытолкнул стеклышко изнутри типичные бутербродного типа как и многие фильтры от free well причем вот эти знаете они заявлялись как без color shift а такие вот true color вот эта вся история ну пизде ли они вот я откровенно могу сказать и никакой true color там даже и не пахнет в моем случае я ими пользуюсь абсолютно честно могу сказать просто потому что когда-то мне их прислали и не вижу смысла что-то там себе покупать вообще не не надо я использую их плюс у меня есть еще комплект free well постарее они меньшего размера и там еще больший color cast какой-то вот сдвиг да ими тоже пользуюсь иногда когда нужно было вот такие тесты делали там надо было на два объектива одновременно надеть фильтры вот приходилось и короче вот так вот эти фильтра с монитором сюда у нас влезли а вот здесь отделение я его даже прикрыл она пока у меня не оптимизированная потому что надо бы просто приобрести какой-нибудь пауч такой пакетик я даже на зоне уже какую-то фигню заказал типа для батареек для аккумуляторов для флешек и для проводов короче здесь лежит несколько нпф причем это абсолютно разные бренды это какая-то кингома то есть это все не оригинал чтобы понимали никакими оригинальными тут девайсами и не пахнет я вот про это хотел сказать то есть здесь есть провода type-c проводочек type-c type-c hdmi hdmi и hdmi micro hdmi потому что у меня теперь на цешке micro hdmi вот некоторые карманы вот так прикольно выполнены обратите внимание они с двойной стенкой то есть они изначально выглядят вот так и я там положил ручку для камеры и зарядку вот она потому что такая громоздкая место занимает да но при этом ты вот так кладешь и у тебя получается двойное дно ты вот эти вот паучи отгибаешь чик чик и у тебя получается что ты сюда еще что-то можешь положить и кладешь сверху и это прикольно это прикольно но вообще я всем рекомендую различного рода провода и прочую мелочевку куда-то вот под под какие-нибудь соответственно молнии куда-то убирать у меня вот такая резинка была я вот ее приложил и таким образом вот мы все это место заняли опять же здесь могла бы быть одна камера пару объективов квадрокоптер и вот это вот все а по умолчанию в стоке изначально здесь была сумочка давайте я вам ее покажу вот такая же пиджа это брендовая прикольная очень классный материал вот сейчас вот сверху ее размещу то есть по сути это просто сумка у нее есть сверху кармашек плоский да вверх у нее открывается как я уже сказал я одну штуковину отсюда забрал то есть вот такая высокая здесь стояла и было поделено все это на три отделения как бы плюс там еще вот маленькие такие разделители вы можете тоже их заметить чтобы вы сюда что-то напихали сверху есть у нас такие вот кармашки и соответственно чтобы она у нас стала побольше здесь есть замечательная история когда вы можете по всему кругу вот так вот расстегнуть молнию и у вас как бы такой знаете как капюшон хлопс видите что происходит да вот она вот на это место стала выше то есть более высокое что то вы сюда можете поместить а изначально в базе она вот такая вот низкая вот собственно и все у нее есть ремень прикольный чтобы ее на шею куда-то повесить и типичные такие же вот как у всех и у рюкзака и везде вот эти вот петельки то есть все здесь цепляется посредством вот этих петелек материал водонепроницаемый такой классный хотя вот к самому рюкзаку далее в придачу чехол да но при этом он и без чехла очевидно не промокнуть то есть материал очень классный все круто сделано и она вот четко ложится вот сюда то есть в теории можно использовать только верхнюю часть разлиновать ее как-то а вот нижняя часть пускайте полежит прямо в сумке если вам надо вы прям сумку достали и пошли вот этой сумкой ну а я как уже сказал я сто процентов и и отдельно буду использовать когда надо просто выйти поснимать эти одна камера или пару объективчиков с собой и ты их прямо на пояс бросил пару объективчиков аккумулятор там флешка не знаю все больше ничего нет вот а так я из нее украл один разделитель чтобы больше можно было здесь как-то все это дело оптимизировать ну прикольно дальше если уж заканчивать с этим отделением то вот здесь у нас видите 25 литров пиджай тэк one more бэкпэк очень так хорошо все прошито вообще материалы прям качественные это сразу чувствуется это отсек для соответственно ноутбука и здесь вот такая прикольная штука да то есть чикс и все то есть вот она как бы держит его до открываете и здесь отсек двойной сюда 16-дюймовый макбук влетает в полный рост сюда еще какие-то документы или например планшет тоже без проблем и вот так вот все это фиксируется на этом отделении у нас все дальше идем помните я вам говорил что сбоку у нас два вот этих вот отсека то есть мы каждый из них можем открыть причем здесь знаете такая система от воришек то есть вот эти пластиковые штуки их можно с большим усилием с большим усилием я вам говорю то есть ты его должен сжать вот так вот сжать со всей силы и пропихнуть вот в эту петлю и тогда соответственно что будет я даже сейчас не могу это сделать знаете что будет а будет следующее вот эту штуку кто-то кто сзади просто стоит у вас в очереди или где-то там в электричке в поезде он не сможет по-быстрому вот это вот вытащить по-быстрому открыть никак не может вот это вот важно короче если мы их открываем тут единственное что мы получаем доступ здесь у нас лежала одна камера здесь у нас лежала вторая камера и что касается кармашков здесь просто вот под такой опять же сеточкой у нас карман я туда флешки положил несколько флешек да а вот здесь у нас чуть более интересный карман они придумали то есть вот такой вот он мягкий и это отсек для батареек причем вот с такими переключателями видите типа ты поставил смотрите они все зеленые до зеленые то есть полный чик переключил она красная ну тут всего по три батареечки я на самом деле не люблю когда вот в этих местах потому что неудобно тут как правило у тебя что-нибудь большое лежит какая-то камера все это друг друга опирается пусть лучше бы вот эти вот штуки они были пустые и где-то в другом месте это использовать ну как я и сказал я хочу себе приобрести отдельную какую-то историю под батарейки и под все остальное то есть кому это все не нравится вы можете просто продеть вот их раз и навсегда сюда и вообще нахрен не открывать эти карманы и я забыл на втором боку у нас классический вытяжной вот такой карман под бутылочку да будем называть его так есть еще вот такой который уже не ведет внутрь а который просто тоненький карман с сеточкой я знаете что туда положил я туда положил мультитул незаменимая вещь тилтовский мультитул коле кстати из фото рейнджа мне его подарил привет коле на новый год подогнал вот этот мультитул которым вы всегда прикрутите то что вам нужно прикрутить он здесь лежит и все и не отсвечивает и опять же вот смотрите здесь все реализовано на вот таких штуках то есть ты просто берешь зацепляешь дальше это можно затянуть а чтобы снять ее все что тебе нужно сделать это просто потянуть вот в противоположную сторону то есть они очень простые такие зацепки но при этом ими удобно пользоваться и обратите внимание эти зацепки есть везде то есть вы можете зацепить здесь 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 плюс снизу у нас такой вот очень какой-то резиновое дно и здесь тоже зацепки чтобы вы снизу например могли на эти ремешки штатив какой-нибудь прикрутить сверху смотрим то же самое то же самое сверху одни зацепки то есть тоже используя вот эти вот ремешки вы можете сюда что-то положить то есть со всех сторон со всех абсолютно вы можете что-то положить ну и как говорят магазине на диване и это еще не все передняя часть у нас тоже открывается причем она может открыться вот уверенно абсолютно вот так вот по всему кругу и дальше что мы с вами можем сделать мы можем открыть ее совсем и это будет выглядеть вот так а здесь у меня лежат ремешки пик дизайн это тоже та вещь которая сохранилась со мной вот все эти годы она прошла это отсек для стабилизатора ребята то есть вот на резинках они предполагают что сюда вы свой стаб засунете вот сюда какие-нибудь дополнительные штуки и на передней самой стенке тоже есть возможность открыть отсек и в него тоже что-нибудь напихать то есть смотрите как это получается если вы это закрыли то она вот такой вот как бы плоская вы можете приоткрыть так называемый v-shape когда у вас приоткрывается только вот верхняя часть вот так вот отодвигается и стаб туда запихали а можете раскрыть по всему кругу и тогда смотрите даба дополняется сколько как бы какое количество объема добавляется к рюкзаку то есть еще вот такая ширина и соответственно туда можно накидать например шмотки какие-то одежду или тот же стаб большой кстати вот стаб давайте не отходя от кассы crane 2s старичок вот таким вот образом он сюда влезает и соответственно я уже пробовал все застегивается сюда можно засунуть например вот эту вот площадку которая стояла бы поперек а тут она встанется и треножку или рядом куда-то с ним и все вы совершенно спокойно это закроете да рюкзак станет вот толще намного но тем не менее отсек для стабилизатора он совершенно отдельный от всего рюкзака здесь предусмотрен кстати вот еще не показал у меня здесь лежал чехол вот этот дождевик да и и ручки вот эти вот боковые ремешки которые на пояс крепятся вот здесь причем я так понимаю это прям гель гелевые такие классные они вообще прикольные и у них своя абсолютно система крепления которую вы можете быстро типа раз надеть и точно также там нажали и сняли вот то есть на многих рюкзаках они не снимаются а тут они снимаются я их сразу снял потому что при моем варианте использования они мне просто не нужны опять же как это все будет носиться вы знаете мое отношение к рюкзакам то есть если мы берем какой-то мешок действительно огромный то ходить с ним перемещаться от места к месту что-то там доставать снимать ты скорее всего не сможешь я пришел к этому выводу уже давным давно и наверное поэтому я взял не 35 литров более большую версию 25 литров вот скорее всего поэтому так произошло мой рюкзак по сути которым я до этого пользовался он немногим меньше он по моему там 20 литров или около того и как раз компактное решение для меня оказалось наиболее интересным а если вся твоя схема это просто донести оборудование до автомобиля и потом от автомобиля до места съемки то лучше наверное тебе уже использовать не рюкзаки какие-то кейсы то есть там свет в кейсах стойки в кейсах камера с оборудованием скорее всего тоже в кейсе это будет проще если надо только в машину и из машины а если прям ходить с рюкзаком в течение дня и что-то оттуда доставать убирать то вот в таких ситуациях нужен рюкзак и опять же на мой взгляд в таких ситуациях огромные рюкзаки это не вариант это не вариант поэтому 25 литров но это исключительно мое сугубо личное решение вот все что касается именно опыта эксплуатации по любому будет когда-то позже то есть это не сейчас может быть через месяц ждите этот видос или когда-то там я обязательно вот в ближайший месяц опять же поеду на съемки в москву возьму его с собой то есть я предполагаю нагрузить также рюкзачок у меня здесь будет еще штативчик где-то скорее всего снаружи и где-то опять же слайдер мой свежий компактный с которым можно гонять о топ риг с 60 блин была бы с 40 версия 40 но она уж слишком короткая 40 влезла бы прямо внутрь или где-то сбоку да ну с 60 придется прикрутить тоже каким-нибудь стрепами к нему приколбашу чтобы у меня все висело на одной сумке и только ее я с собой вез и по любому я же буду брать не все я скорее всего сюда еще умудрюсь пару шмоточек потому что я поеду явно с ночевкой ну типа на пару дней съемочных и одну ночь переночевать поэтому какой-то минимальный набор вещей у меня еще с собой будет вот обязательно сделаю какой-нибудь влог-блог вот с этой поездки расскажу как чего ну а пока вот это моя свежая модель вот так вот мы во-первых поговорили что в моем рюкзачке в двадцать четвертом году на сегодня я показал все оборудование которым я постоянно пользуюсь как вы поняли уже кстати на цешку теперь снимаю больше она у меня стоит как основная камера именно для блогов потому что я уже говорил 4к здесь детальней чем на эске потому что оверсэмплинг а роллинг-шаттер при съемке в 25 кадров когда я просто сижу ну я не почувствую это не станет для меня проблемой поэтому я совершенно спокойно на нее снимаю это делать удобнее вообще в целом всякие бложки таскаю теперь снимать ее единственное она греется тут оставил как-то и его так она стояла и этом что-то настраивался и за час в студии было жарко она еще была на питании по тайп си смотрю уже градусник замигал ну короче надо кулер надо кулер чтобы не мучить камеру особенно в жарких условиях сейчас лето будет нужно кулер подключать ну вот то есть в основном теперь вот больше на цешку снимаю плюс фото на цешку снимаю короче ребят на самом деле инфы много и хотелось бы этот ролик наполнить вот всякими вещами нужными действительно нужными ну а с этим девайсом нас ждет какое-то определенное будущее потому что именно как большой рюкзак для поездок я теперь буду брать его но от компактных рюкзаков тоже не отказываюсь потому что под разные задачи есть разные решения которые будут актуальны именно в этом случае ребята я надеюсь что для вас это было познавательно информативно интересно и вы были на канале баджет филмейкер увидимся с вами уже совсем скоро давайте пока пока